В послевоенном Советском Союзе история, как правило, писалась для одного человека. Сначала для Сталина, потом для Хрущева, затем переписывалась для Брежнева и так далее. Трудно себе даже представить, но ни один советский историк не работал, не посетил, не был в главном военном немецком архиве, расположенном в городе Фрейбурге. Как же они писали историю? Если представить себе такую сложную битву, как сражение на Курской дуге, ее просто невозможно понять, если не увидеть документы противоположной стороны. Впрочем, если на первом месте идеология, то документы просто мешают. Вторым источником, конечно, с учетом их субъективизма, могли бы стать воспоминания участников войны. В свое время военнездат издавал их сотнями, но цензура так прорежевала эти книги, что пользоваться ими можно весьма и весьма относительно. Во всяком случае, из моих личных встреч с маршалами Багромяном, Рокоссовским, Ротмистровым, генералами Лилюшенко, Кабановым, Ласкиным и другими, можно сделать вывод, что деятельность на войне этих известных генералов и маршалов весьма не похожа на то, что они описывают в книгах. Поэт Александр Трифонович Твардовский в своих рабочих тетрадях сделал несколько записей о военных мемуарах. Вот, например, о книге генерала армии Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». Книга написана, как я говорю, не только до 20-го съезда, но местами как будто даже до войны. Представляете себе историческую ценность книги, которая о войне, но написана как будто до войны? Или о книге маршала Мерецкого. Книга более сдержанная, но та же апология и та же бесстыдная манера. Две записи в рабочих тетрадях Александр Трифонович Твардовский сделала книги маршала Жукова «Воспоминания и размышления». Книга эта может ввести в заблуждение простодушных или замшелых разумом тем, что сталинизм ее выступает в сочетании с жуковизмом, профессионально ограниченным и весьма претенциозным духом полководческой автобиографии. Кровавая книга, не замечающая того, что она вся в крови. Народ для него картошка, как говорил солдат в Климе Самгине. Он воюет именно числом, постоянно требуя пополнений, не считая людских жизней, не удрученный немало их гибелью и страданиями. Он, как и вообще Верховное командование, тушит пожар войны дровами ее, людьми. Загрузить так, чтобы трудно было пробиться пламени. Эти записи Александр Трифонович Твардовский сделал в рабочих тетрадях еще в 1968 году. Не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Субтитры создавал DimaTorzok На филиппинском острове Лейте в начале декабря боевые операции замедлились из-за затяжных ливневых дождей, которые превратили грунтовые дороги в болото. Чтобы ускорить освобождение острова Лейте, 7 декабря американцы высадили десант на западном его побережье. Японцы на высадку среагировали с большим опозданием, потому что отбивали в этот день атаки американцев с юга и севера. Летчики Камикадзе попытались остановить высадку, потопив своими самоубийственными ударами три эсминца, но десантников 77-й дивизии это не остановило. К 21 декабря американская морская пехота установила полный контроль над островом Лейте. Следующий остров филиппинского архипелага, который войскам генерала Дугласа Маккартура необходимо было взять на пути к столице Филиппин Манили, был остров Миндора. 15 декабря 3-й американский флот беспрепятственно высадил на него около 30 тысяч сухопутных войск, авиационного персонала и частей обслуживания. Ослабевшая японская авиация была связана палубными истребителями США ничем не могла помочь в обороне Миндора, но неожиданно на помощь японцам пришла могущественная природа. К декабрю 1944 года военно-политическая ситуация в Греции продолжала оставаться крайне напряженной. Из Италии сюда была переброшена греческая горная бригада, вокруг судьбы которой сразу же завязались споры между папа Андреу и руководителями Национально-освободительного фронта, ЭАМ. В то же самое время в Греции начинается формирование батальонов национальной гвардии. Планировалось создать 30 таких батальонов по 500 человек в каждом. Англичане очень серьезно на них рассчитывали. Грянул правительственный кризис. Шесть министров греческого правительства, связанных с ЭАМ, ушли в отставку. А в Афинах началась всеобщая забастовка. И вот на фоне этих очень непростых событий, 3 декабря 1944 года в столице Греции произошли вооруженные столкновения между прокоммунистическими формированиями с одной стороны и полицией с другой стороны. Эти столкновения и спровоцировали начало открытой, кровопролитной гражданской войны. Британский пятитысячный контингент, который состоял в основном из десантников и морпехов, с большим трудом удерживал центр Афин. Шли ожесточенные уличные бои. Ситуация в Греции приобрела столь серьезные и опасные очертания, что в последние декабрьские дни 1944 года Черчилль и Иден прибыли в Афины. 2 декабря фельдмаршал Вальтер Модель в качестве делегата от генералов Западного фронта встретился с Гитлером и попытался заставить фюрера изменить масштабы и цели предстоящего наступления против союзников. Но Гитлер решил действовать под девизом «Все или ничего» и командование немецких войск добилось только переноса операции с 7 на 14 декабря для дополнительного оснащения войск горючим, боеприпасами и саперным снаряжением. Жизненно важно время от времени, заявил Гитлер. Разрушать уверенность противника в победе ясно, показывая ему путем наступательных действий, что его планам не суждено сбыться. Успешной обороны этого не достичь так эффективно, как успешным наступлением. Противник тоже измотан. С точки зрения технического оснащения, обе стороны примерно в равном положении. Что касается танковых сил, то у противника может быть больше танков, но у нас танки лучше. Главный инквизитор Германии, председатель имперского народного трибунала, руководивший расправой над участниками заговора против Гитлера 20 июля, Роланд Фрейслер в начале декабря прислал Гитлеру семь томов уголовного дела против писателя Эрнста Юнгера. Юнгер служил в Париже, занимался охраной культурных объектов, дружил с очень многими представителями французского искусства и культуры. У него было много знакомых генералов и офицеров, участников заговора против Гитлера. В деле были отмечены оппозиционные антинацистские высказывания Эрнста Юнгера. Юнгер был культовой фигурой Германии. Участник Первой мировой войны, командир роты, он был 14 раз ранен, был организатором, очевидно, первого отряда спецназа на Западном фронте. Как писатель он отличался консервативностью и в первые годы деятельности Гитлера и его партии поддерживала их. Как философ Юнгер стал известен после выхода его книги «Рабочий и эссе «Тотальная мобилизация». Репрессии против Юнгера означали бы, сколь сильны разочарования в нем Гитлере, и фюрер решил Юнгера не трогать, а дело сдать в архив. Эрнст Юнгер прожил 103 года и умер в 1999 году. Главным фронтом на Востоке в декабре стала, конечно, Венгрия. После ухода с политической арены адмирала Микла Шахорти венгерское правительство Салаши, разделявшее нацистскую идеологию, решило в борьбе с Красной Армией стоять до конца. Почему Сталин не изменил общий план наступления в пользу берлинского направления и отказа от корвавой мясорубки в Венгрии? Потому что самым важным тогда стала борьба за коммунистическую власть в Югославии и Венгрии. А несколько сотен тысяч советских солдат, умиравших на венгерских полях сражений, вряд ли догадывались, что погибают они за колхозы и ГУЛАГ для венгров. Второму украинскому фронту маршала Родиона Малиновского в первые 10 дней декабря взять Будапешт не удалось, но войска фронта сумели, заняв между речи Дуная и Тисы, отрезать путь на север будапештской группировки противника. Невероятными потоками солдатской крови была омыта медаль за город Будапешт, воспетая Марком Бернесом в одной из его лучших песен 60-х годов. Действительно, Гитлер придавал гораздо большее значение удержанию Венгрии и Будапешта, едва ли не большее, чем отражению готовящегося советского наступления на Берлин. В ноябре и декабре 1944 года германская военная промышленность произвела 2299 танков и самоходных установок, однако на Восточный фронт была отправлена только 921 единица. И то, основную часть подкрепления техникой получала не группа армий-центр, которая противостояла советским войскам в центральном в секторе Восточного фронта, а группа армий-юг, которая билась с войсками 2-го и 3-го украинских фронтов на территории Венгрии. К концу декабря 1944 года вермахт на Восточном фронте имел 24 танковых и 7 моторизованных дивизий. В том числе из них 13 танковых и 2 моторизованных дивизий, почти половина, дрались против Красной армии в Венгрии. В этой связи возникает естественный вопрос, почему Сталин не воспользовался благоприятным для советской стороны распылением сил противника? Почему Красная армия, концентрировавшаяся на границе с Восточной Пруссией и Северной Варшавой, где она превосходила чуть ли не втрое практически все германские вооруженные силы на Восточном фронте, почему она нанесла удар на берлинском направлении раньше? Почему Берлин не был взят зимой 1945 года? Что, конечно, приблизило бы окончание войны в Европе. Почему Сталин тянул с наступлением, о котором еще в начале декабря 1944 года, глядя на карту, с отчаянием сказал генерал-полковник Георг Рейнгарт, когда русские нанесут свой последний удар, от нас останется только один железный лом. 17 декабря в Вашингтоне обсуждалась проблема будущего применения будущей атомной бомбы, в создании которой американо-английский проект «Манхэттен» в течение 1944 года достиг больших успехов. Участниками совещания в узком кругу были президент США Франклин Рузвельт, председатель Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл, министр обороны Генри Стимпсон и отвечавший за манхэттенский проект генерал Лесли Гроувс. Участники совещания пришли к выводу, что против Германии атомную бомбу применять уже поздно. Стимпсон решительно выступил за атомный удар по Японии. Никто ему не возражал, но окончательного решения президент Рузвельт не принял. Да ведь и бомбы еще не было. Война, кроме всех приносимых ее бед, является и безусловным двигателем прогресса. В 1944 году началась эпоха ракетной реактивной техники. 1944 год был главным в создании оружия самого массового поражения атомной бомбы, основанной на достижениях ядерной физики. В Америке набирал силу манхэттенский проект, совместный англо-американский проект. Ее руководителями были 38-летний физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гроус. В Америке мало кто знал об этом проекте, а между тем в штате Нью-Мексико, в селении Лос-Аламос, уже была проделана главная часть пути к обретению атомной бомбы. Да, в Америке об этом мало кто знал, но советская разведка была прекрасно осведомлена о том, что происходит в Лос-Аламосе. Советскими дублерами Оппенгеймера и Гроуса были физик Игорь Курчатов и выпущенный из тюрьмы бывший нарком вооружений, снова занявший свой пост Борис Ванников. Советская разведка сообщала им о том, что происходит в Лос-Аламосе. Там у нее было не менее шести агентов. Физики Советского Союза давно уже задумывались о методах создания атомной бомбы, но у нас не было тех материально-технических ресурсов, которыми пользовались американцы. Поэтому разведка для Советского ядерного проекта из многих дорогостоящих вариантов выбирала тот, который в Лос-Аламосе уже принес успех. А вот группа германского физика Курта Дибнера, очевидно, в декабре 1944 года совершила ошибку, когда решила создавать атомную бомбу не из плутония, а из урана, и не оценила значение графита в ядерном реакторе. Но у Третьего рейха в Лос-Аламосе не было ни одного агента. Советский летчик-истребитель Иван Федоров в одном воздушном бою сбил 9 немецких самолетов. Терчилль 6 декабря в своем послании президенту Рузвельту выразил свое разочарование военными действиями на Западном фронте и особенно в Италии, где немцы продолжали удерживать свои позиции, не допуская союзников на Балканы. В ответном послании Рузвельт, между прочим, заметил, я никогда не считал, что мы в состоянии разгромить крупные контингенты германских войск на Балканах без помощи русских. 10 декабря в Москве подписан договор о союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Французской Республикой сроком на 20 лет. 14 декабря авиация Балтийского флота нанесла удар по порту города Лебавы, уничтожив 6 транспортов и повредив 4 судна. Под новым кодовым названием «Осенний туман» завершалась подготовка к наступательной операции вермахта в Орденнах. 12 декабря оно было назначено Гитлером на субботу, 16 декабря. Общее руководство операцией осуществлял фельдмаршал фон Рунштетт, непосредственное командование фельдмаршал Модель. В ударную группировку немецких войск входили три армии. 6-я танковая армия СС под командованием Йозефа Дитриха Оберсгруппенфюрера СС должна была выйти в район севернее Антверпена. 5-я танковая армия генерала Хасса фон Монтефеля после форсирования МААСа необходимо было наступать по линии Динан-Брюссель-Антверпен. А 7-я армия генерала Эриха Бранденбургера должна была прикрывать танковые армии с юга. 16 декабря в 5 часов 30 минут утра германские войска перешли в наступление, которое ошеломило союзников. В штабах английских и американских долго не могли себе представить, что это не отвлекающий маневр, что уже потрепанная немецкая армия способна на такой впечатляющий сконцентрированный удар. В штабе генерала Эйзенхауэра только к концу первого дня немецкого удара осознали всю серьезность положения. На направлении немецкого наступления у союзников не было резервных войск. Эйзенхауэр приказал направить в районы Орден с севера 7-ю бронетанковую, а с юга 10-ю бронетанковую дивизию. До их прибытия американский фронт в Орденах перестал существовать. Уцелевшие части спасались бегством. Но и у немцев в этом наступлении постоянно возникали несвойственные прежде вермахту проблемы. Из-за отсутствия бензина в первый день операции не был высажен воздушный десант с задачей блокирования дорог, по которым американцы начнут переброску подкреплений. Первую неделю операции в Орденах оптимизм не покидал Гитлера и ОКВ, хотя успешное продвижение 5-й танковой армии замедлилось, а 6-я танковая СС так и не достигла реки Маас и вела бои далеко от запланированных рубежей. Американцам удалось закрепиться в двух ключевых городах и организовать в них круговую оборону. Это были Сен-Витт и Бастонь. 23 декабря Черчилль в письме Рузвельту «Нам необходимо как можно скорее получить от русских какие-либо данные об их стратегических и тактических намерениях. Наилучшим, если не единственным способом получить желаемые данные будет направление вами и мною совместной телеграммы дядюшки Джо с предложением о том, чтобы он разрешил нам направить офицера высокого ранга, которого укажет генерал Эйзенхауэр, незамедлительно в Москву». 22 декабря после упорных боев 7-я американская дивизия оставила Сен-Витт и отступила в беспорядке на запад. Бастонь попала в плотное окружение, но ее оборона – это одна из ярких страниц в действиях американских войск. Немецкое наступление продолжалось успешно. 2-я танковая дивизия 23 декабря была уже в 15 километрах от Мааса. Но в эти дни немцы, во-первых, начали испытывать перебои со снабжением горючим, во-вторых, командование союзников решило, наступив на гордыню представителей Нового Света, переподчинить американский участок прорыва английскому фельдмаршалу Монгомери, у которого под рукой оказался целый резервный корпус. 23 декабря улучшилась погода, и над битвой в Орденнах появилась мощная авиация союзников. 24 декабря из-за отсутствия горючего наступление трех немецких танковых дивизий остановилось. Неудачи продолжали преследовать 6-ю танковую армию СС, так и не достигшую Мааса. К концу декабря моделю и рундштиту стало ясно, что стратегических целей наступления достичь не удастся. Но Гитлер все еще был настроен оптимистически и полагал, что после нескольких последующих ударов фронт американцев развалится. Фюрер планировал перегрузку в Орденны дивизий из Финляндии, Венгрии и Италии. Но этим планом его в новом 1945 году не суждено будет сбыться. В те дни, когда советские войска замкнули кольцо окружения вокруг Будапештской группировки, намного южнее на границе Венгрии и Югославии, на реке Драва, между населенными пунктами Копревница и Веровитица, северо-восточнее Загреба. 26 декабря 1944 года состоялось одно из последних сражений русской гражданской войны. Это был единственный случай в истории Второй мировой войны, когда друг с другом воевали дивизии, укомплектованные гражданами Советского Союза. 26 декабря 1944 года в бою за Пятомачу 3-й Кубанский, 5-й Донской и 6-й Терский полки разбили 703-й Белградский стрелковой полк и 684-й артиллерийский полк 233-й стрелковой дивизии, казакам досталось 20 орудий в качестве трофеев и около 150 пленных и перебежчиков. И хотя в ходе боя за Пятомач 26 декабря 1944 года по приказу командира 703-го Белградского стрелкового полка подполковника Михаила Шумилина, кстати, старого политработника и чапаевца, 60 пленных казаков дивизии Панлица были расстреляны прямо на поле боя, никаких репрессий со стороны казаков-победителей по отношению к советским военнопленным не последовало. Их кормили, казаки им совали в руки власовский антисоветский пражский манифест, а под конец все вместе крепко выпили водки. В Пятом Донском казачьем полку полковника Ивана Кононова допились до того, что и те, и другие разделись до нижнего белья и сидели обнявшись. И тут было уже невозможно понять, кто военнопленный, а кто охраняющий. Вероятно, и те, и другие думали о том, как бы просто хорошо остаться в живых в нашей стране. После боя часть пленных и перебежчиков вступила в ряды Пятого Донского казачьего полка. И вскоре в газете «Вперед за родину» появилось открытое письмо Сталину с группой бывших красноармейцев 233-й советской стрелковой дивизии. Вот в частности, что в этом письме говорилось. Я цитирую. «Чего мы не слышали, это проклятие упреков нам со стороны взявших нас в плен казаков и немцев. Все, что мы видели и слышали, уверило нас, что нас подло и коварно обманывали, и что сталинская счастливая жизнь – не что иное, как болезненный мираж, созданный в воображении подсоветских людей, виртуозными жуликами и проходимцами под твоим верховным руководством». Утром 18 декабря американский флот получил неожиданный разрушительный удар. Третий флот адмирала Хэлси испытал на себе мощь тропического тайфуна. Под ураганным ветром с проливным дождем три эсминца перевернулись и затонули. 186 самолетов снесло ветром за борт, или они сгорели после столкновений. Пять авианосцев и два крейсера получили повреждения разной тяжести. Погибло более 800 матросов и офицеров. Тайфун потрепал флот так, как будто он участвовал в упорном сражении. На следующий день, 19 декабря, впечатляющей победой добилась американская подводная лодка «Рэдфиш». Тремя торпедами она отправила на дно японский авианосец «Ун-Рюн». 30 декабря 1944 года в кабинете Сталина состоялось конфиденциальное совещание. Хозяин пригласил на него наркома внутренних дел Лаврентия Берию и своих верных соратников – Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова и Анастаса Микояна. Дальновидный Сталин не мог не понимать, что после победы с войны в Москву вернутся сотни маршалов и генералов, которые могут создать критическую массу, угрожающую даже и для власти самого Сталина. Берия на этом совещании предложил использовать маршалов и генералов во внутренних военных округах. А Маленков считал возможным использовать их на партийной работе в качестве секретарей обкомов и горкомов, а также на работе дипломатической, тем более, что у Советского Союза после войны значительно прибавится и посольств, и консульств. Сталину эти предложения понравились. В течение 1944 года военная промышленность основных противников во Второй мировой войне произвела самолетов. В Германии 39 275, в Великобритании 26 461, в Японии 28 180, в Советском Союзе 40 246, в США 96 318 боевых воздушных машин. 18 декабря премьер-министр Великобритании смотрел подаренный ему Сталиным художественный фильм «Кутузов». Свои впечатления от картины Уинстон Черчилль изложил в послании Сталину от 19 декабря. Я должен вам сказать, что это один из самых блестящих фильмов, которые я когда-либо видел. Никогда еще борьба двух характеров не была показана с большей ясностью. Никогда еще кинокадры не запечатлевали более наглядно то, насколько важна преданность командиров и рядовых. Никогда еще русские солдаты и русский народ не были столь славно представлены британскому народу этим видом искусства. Никогда я не видел лучшего владения искусством съемки. В заключении своей рецензии Черчилль пишет, что фильм «Кутузов», конечно, нельзя показывать Деголю, так же, как он, Черчилль, не будет показывать французскому лидеру кинокартину «Леди Гамильтон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова